Делать прививку или нет вопрос не стоял, рассказывает Оксана Ершова. Своевременно вакцинироваться профессия обязывает. Оксана работает медсестрой кабинета неотложной помощи. Все равно себя защитить-то. И в голове уже будут мысли-то материализоваться у нас. Пускай я буду под защитой. Вакцинация от коронавируса проходит в два этапа с минимальным промежутком. Второй компонент – вакцины нужно ввести через 21 день. Прежде чем сделать прививку, человек должен пройти экспресс-осмотр. Проходит меряю давления, температуру, пульсоксиметрии – это сатурация уровня кислорода в крови. Соответственно, терапевт смотрит наличие хронических заболеваний. Самое главное, чтобы их не было в тот момент, когда вы прививаетесь, и не было повышения температуры. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Всего в регион уже поставлено более 11 тысяч доз. В первую очередь прививки получают группы риска – медицинские работники, педагоги и соцработники. За период праздничных каникул вакцинацию прошли более 3700 жителей региона. Суть вакцинации в том, что в организме человека формируется стойкий клеточный и гуморальный иммунитет. Наличие иммунитета позволяет ему уже на первых этапах взаимодействия с вирусом побороть его и не дать ему распространиться в организме человека. И самое главное – это не развить инфекционные осложнения, такие как пневмония, отек легких. По поручению президента Владимира Путина со следующей недели в стране начинается массовая вакцинация населения. Самарская область готова к проведению прививочной кампании. В регион доставлена очередная партия вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК – 4,5 тысячи доз. Сейчас она уже доставлена в медицинские организации. Подробную информацию о том, где и как сделать прививку от коронавируса, можно в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Лариса Шлафаст, События.